доброе утро дорогие друзья доброе утро последняя часть включая видео чат в телеграме глава на сегодня экиф и глава 31 мы сегодня заканчиваем изучать мишлей целый месяц мы изучали мишли и сегодня у нас 31 глава окончания книги и начинаем сначала значит начинаем сначала так все добрый день во всех каналах мы сейчас вышли очень интересно что сейчас нас уже смотрит среднем каждый урок 200 человек прямом эфире это очень приятно что уже столько людей хотят изучать тору изучают тору особенно это приятно всем друзьям ваикра партнером ваикра спонсором ваикра потому что каждый просмотр каждого кто изучает тору с вашей помощью это это как ложится на ваш депозит на небе и это очень приятно когда у тебя есть ощущение внутренние до связи со всевышним и ощущение что ты с ним ты с ним одной в одном резонансе идешь да это очень приятно где например каждый раз утром когда 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 молюсь то я перед молитвой повторяю есть повелевающие заповеди и когда ты говоришь вот я сегодня выполняю заповедь такую-то 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 то есть ты говоришь слышно я делаю то что ты мне сказал делать и потом ты когда говоришь я это делаю ты говоришь потом всевышнего пожалуйста помоги мне там вот в этом направлении хочу еще больше чтобы у меня было здоровье ресурсов энергии и так далее то есть понятно это как бы такой вин-вин настоящий выиграл-выиграл и внутреннее ощущение такого что ты не просто там попрошай когда какой-то а и не просто ты получаешь и не благодаришь а ты говоришь спасибо тебе за все что есть я стараюсь делаю то что ты сказал делать и хотелось бы мне пожалуйста вот сделать какие-то условия там получше кстати я лечу на второго числа у нас сегодня 31 завтра 1 2 я вылетаю в америку без радушем с божьей помощью и со 2 по 16 надо будет посмотреть а еще не смотрел на календарь на время как с уроками будет в америке уже на 8 часов меньше поэтому если сейчас у нас 10 утра то в америке будет ночь я конечно не смогу давать уроки в это время поэтому надо будет сдвинуть как-то урок урок будет но мы его сдвинем на какое-то другое время на две недели где-то до 15 числа буду в америке с божьей помощью и мир цхм когда если бог захочет то есть когда мы планируем что-то что не является заповедью мы говорим если бог захочет потому что всяко может быть а если мы планируем что-то связанное с заповедью то мы говорим с божьей помощью вот я в америку кстати тогда еду будут какие-то уроки живые в америке мы сообщим где и когда и значит я еду в америку давать уроки блин эдер вот тогда это стало заповедью тогда с божьей помощью увидимся в америке тут можно уже быть более уверенным в том что поездка состоится итак сегодня у нас второй день недели вот еще сейчас держу нас это шине значит так второй день недели и в главе недельная нашей да если будете слушаться заповеди если будете за слушаться заповеди в этой недельной главе у нас сейчас секунду где же второй отрывок в этой недельной главе мы дошли до второго отрывка и здесь или это опечатка в этом издании но непонятно почему я не нахожу второй отрывок ладно значит по памяти сейчас помню так значит мы дошли до того мы дошли до того момента что бог говорит что если будете слушать мои заповеди будет все хорошо если не будете слушать то будет все плохо это все понятно дальше нельзя соединяться с народами седала поклонниками потому что народы и дал поклонник если ты с ними соединяешься то ты обязательно согрешишь на этом и остановились дальше идет продолжение вот я нашел и шамер лиха говорит бог предостерегайся будь осторожен слова и шамер это как лишь морж мира на иврите сторож да из этого же корня что ты остерегайся чтобы не забыл ты бога всесильного твоего значит и не перестал соблюдать его заповеди и его законы и его постановления который я заповедую тебе сегодня и дальше идет прям конкретно нам идет алгоритм технология как перестают соблюдать заповеди алгоритм такой может быть пен то халь то есть пен это может быть то есть это не всегда это не стопроцентно алгоритм но так она работает может быть ты будешь кушать и насыщаться и хорошие дома будут построишь тебе себе и осядешь в них то есть вот этот вот момент когда у тебя есть еда когда у тебя есть дом когда ты в нем уже осел так надежно да это очень опасный момент наступает и будет у тебя скот крупные скот мелкие будет умножаться и серебро и золото умножится у тебя и все что у тебя есть будет умножаться акции криптовалюты все растет да это вот моменты процветания мира это моменты когда когда есть такая книга черный лебедь и не сим талиб он говорит смотрите вот если мы смотрим растет экономика то как бы логика она говорит что она и дальше будет расти если она растет так она и дальше будет расти но что по факту чем она больше растет тем увеличивается вероятность что она упадет это он говорит посмотрите всегда за ростом есть кризис всегда за ростом есть падение так чем дольше рост люди наоборот расслабляются все будет рост дальше 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 бах кризис то есть чем они больше расслабляются тем больше вероятность кризиса вот здесь тоже описывается, что когда все у тебя будет умножаться, вырамлива веха, и поднимется твое сердце, возвысится твое сердце вешахахте эташемалакеха и забудешь ты Бога Всесильного твоего. Амутсиаха мерыцминсраем, который вытащил тебя из земли Египтства, мебейта Вадим, из дома рабства. Значит, как это работает в жизни? Есть известная история, как один сидел на скамейте, человек прям бомж вообще, у него вся жизнь разрушена сидит уже, ну вообще некуда идти, жили, а нет, ничего нет. Мимо проходят его школьные знакомые, товарищ, увидел его, говорит, слушай, ну ты в таком положении сейчас ужасном, все, у меня есть компания, давай я тебя на работу к себе возьму, помогу тебе. Кстати, взять кого-то на работу, это самая большая помощь. Тот говорит, даже ничего делать не умею, ну я ничего не умею, всю жизнь гулял и развлекался, что я умею? Он ему говорит, ну я тебе дам работу такую, что ты справишься, тебе нужно будет значит, прийти в одно место, в магазин, один из моих магазинов, взять выручку, принести в офис и можешь брать половину из дневной выручки себе, это будет твоя зарплата. Тот говорит, ну с этим я справлюсь. Значит, идет, день он ходит, два ходит, три ходит, а тот ему просто хотел помочь, но он изучал Рамбама и высшая форма дзадки милосердия, это дать кому-то работу, чтобы он не чувствовал себя, как бы униженным и чтобы он эти деньги зарабатывал, ему было приятно. Значит, ну на самом деле тот ему просто хотел помочь стать на ноги. И он ему, значит, он ходит с сумкой с этой, забирает себе половину, снял квартиру, через месяц уже там через два встретил девушку, женился на ней, значит, и вот вечером он сидит уже в квартире, через год он уже купил себе квартиру, сидит, ужин, жена, значит, он такой сидит расстроенный за ужином. И жена ему говорит, а что такой расстроенный? Говорит, ты понимаешь, на работе вот у меня проблемы. Она говорит, какие у тебя проблемы на работе? Ты сумку носишь с деньгами, все. Он говорит, проблема, говорит, вот я вот ношу сумку, половину ему отдаю и не понимаю за что. За что я ему эту вторую половину отдаю? И вот так же человек часто бывает. Ему в Всевышнем все дает, 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 а он не понимает, почему мизуза надо повесить, почему надо помогать, почему молиться надо три раза в день ходить и так далее. То есть человек, он забывает, кто ему все дал. И поднимется твое сердце, написано здесь, да, и забудешь ты Бога Всесильного твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Амулихеха Бамидбар, который тебя вел в пустыне большой, страшной, там были змеи, эти самые скорпионы разные и так далее, жажда, воды не было. И он тебе давал воду из скалы, он тебе доставал. И он тебя кормил в пустыне маном, значит. И да, он тебя там испытывал для того, чтобы, для чего? Для того, чтобы тебе в дальнейшем дать бахарито, дать тебе добро. Это тоже такая у Всевышнего есть схема. Если все время давать человеку мед, он начнет блевать от этого меда. В Мишлей мы учили. То есть, мед нашел, ешь его в меру, иначе будешь, изблюешь его, да. И дальше написано, что нефеш сва, да, когда человек сытый, ему даже сладкое перестает приносить удовольствие. А нефеш раева, а душа голодная, ей даже горькое, сладкое. Это царь Соломон нам сообщил. Так, Машера Бейну говорит, что да, действительно, было, были сложные моменты, но это же для того, чтобы тебе в дальнейшем дать добро. Как человека, которого загоняют, например, там, родители или кто-то ему говорит, иди в спортзал. Он говорит, да я не хочу, мне тяжело. Иди в спортзал, тренируйся, иди бегай, ходи по лестницам, приседай. Он говорит, да у меня все болеть будет. Лучше у тебя здесь болеть будет, чем ты потом упадешь без сил и вообще. Значит, для того, чтобы что-то получить, как в Америке есть поговорка на базе этого, no pain, no gain. Нету боли, нету прибыли. А в перте вот это формулируется так, на рамейском языке, липум цара агра. Чем больше страдания, тем больше награда. И скажешь ты в сердце своем. Дальше идет формула, которую говорит себе человек перед тем, как перед крушением вознесения. Для того, чтобы вознестись, нужно вначале себе сказать следующую формулу. Вот тут прямо написано 17-й отрывок. И скажешь в сердце своем. Ну, вначале человек с собой же разговаривает в сердце про себя. Кохи, сила моя, в отцем яди, и мощь моей руки, асали, это хаэль, азе. Сделали мне доблесть эту. Как только человек говорит, я сам это все сделал. То есть моя рука, моя сила, мои знания, мое я, я, я. Все. Эта формула уже начинается у него внутри. Пошел вирус падения. Да, это как раковая опухоль, которая начинает расти. И помни ты, Бога Всесильного твоего, что Он дает тебе коах лясотка хаэль. Что Он тебе дает силу делать доблесть. То есть ты когда делаешь, вот поэтому, когда человеку говорят, ну ты молодец, стал олимпийским чемпионом. А он что должен сказать? Слава Богу, что дал мне возможность, здоровье. Спасибо родителям, которые меня родили с генетикой. Спасибо тренеру, который меня тренировал. Спасибо Всевышнему, который вообще дал возможность миру. Сейчас не война, значит, олимпийские игры и так далее. То есть столько факторов, которые от человека не зависят, что когда он говорит, я это сделал, это чистая ложь, это обман. И это, ну, может быть я сейчас тоже неправильно сказал. Это не чистая ложь. Его я это сделал, это как, значит, я вспахал поле, говорит человек, который на тракторе пахал поле. И ты пахал, и трактор пахал, и те люди, которые трактор заправляли, и те, которые его сделали. То есть не ты пахал, ты ввел этот трактор, да, сидел там на тракторе и рулил этот руль и на педальку нажимал, да. А сейчас вообще кнопку нажал, компьютер включил и поехал трактор, да. Кто вспахал поле? Я вспахал поле. Кто купил поле? Я купил поле. А кредит кто брал в банке, или там не брал в банке кредит и так далее. Миллион вариантов. Вот, поэтому помни Бога Всесильного твоего, что Он дает тебе силу делать доблесть. Лиман Аким Эд Бритто. Для того, чтобы он установил бритву, союз его. Ашер Нижба, которой он поклялся. Отцам твоим, как это день. То есть все, что есть, когда в Израиле говорят там, это армия Израиля. Армия, слава Богу, спасибо огромное. Они действительно, армия, она, это армия. Это люди, это герои и так далее. Но без божественного чуда, здесь это чудо, сегодня в Израиле это чудо, это все говорят, да, что то, как оно было, это чудо, которое реализовалось через армию. То есть, понятно, это очень важно держать на этом акцент. И будет, дальше, почему важно держать на этом акцент. Если ты забудешь, забудешь Бога, да, всесильного твоего, и будешь ты идти за силами другими, за силами, за, скажешь, нет, это наука, это математика. Знаете, как есть вот эти, особенно выходцы из бывшего Советского Союза, они прямо фанаты математики, они просто математике поклоняются. Они хотят, чтобы их дети учили только математику. И вообще вот математика это прямо панацея, панацея в жизни от всего. Нет, математика не панацея. Математика это хороший инструмент, который является там одним-двумя процентами от того, что человек в жизни получает. Но это относится к другим силам и будет. Говорит, если ты забудешь Бога, который источник всего, всесильного, он все силы, и пойдешь за Эллоима Хрим, за силами другими, в Аватам, и будешь им служить, в Иштахавита, и будешь им поклоняться, аидоти бахем айом, говорит, значит, Бог через Машарабену, я беру в свидетельство, в свидетели, прям вот прям я свидетельствую сегодня, те авод, то вы думаете, что вы потеряетесь, потеряетесь, исчезнете, исчезнете, то есть вы, значит, исчезнете, как народы, которые Бог убрал перед вами, так же потеряетесь вы, из-за того, что не слушали вы Голоса Бога Всесильного Вашего. Значит, слушай, Израиль, ты переходишь сегодня реку Ярден, третий и унаследовать землю народов огромных и сильных, Гдолим Ва Цумим, Гоим Гдолим Ва Цумим, народов прям вот огромных, которые более великие и более сильные, чем ты. Арим Гдолот, города огромные, укрепленные, которые стены до небес. Значит, народ большой и высокий, сыновья великанов, значит, которых ты видишь, знал, да? И ата, шамата, митя, цевлифней, бнеанак. И ты сам слышал, что кто сможет устоять перед этими великанами? Веяда ата, йом, и ты узнаешь сегодня, что Бог Всесильный твой, уауверлифанеха, он переходит перед тобой, огонь пожирающий, поедающий он, и он их всех уничтожит перед тобой, и ты, значит, унаследуешь эту землю, как говорил Бог тебе. Вот, это сегодняшний отрывочек, мы прочитали. То есть, мы здесь видим расставленные акценты. Очень важно, чтобы у человека были в жизни правильные расставленные акценты. И математика хорошо, и спорт хорошо, и работать хорошо. Все это средства, но без наполнения, без наполнения божественной силой. Это все не работает. Человек, он живет чудом. Вот он просто, если мы посмотрим, как человек живет, вот он, да, такой он живой, руками шевелит, все. Вот сегодня шевелит, а завтра не шевелит. Одна у него ломается, там, внутри настройчика, маленькая в мозге. Он уже не знает, где он, у него депрессия, там, у него, там, постковидная депрессия, ковидная депрессия, просто депрессия. В мире, по-моему, там, я не знаю, половина людей, я слышал такую статистику, иногда задумывались о самоубийстве. То есть, им настолько было плохо в их голове, то есть, они настолько потерялись вообще в своей жизни. Поэтому сказать, что человек, он хозяин мира, это большое преувеличение. Человек даже в своей голове не хозяин, попробуйте пять минут не думать, вы не сможете. То есть, ваша голова думает сама по себе. Поэтому попробуйте остановить, сказать, а я вот хозяин своей головы, я думать не буду. И все, и вы не сможете, минуты не сможете просидеть, не думая. Вот, поэтому, как сказать, что человек хозяин мира, если он своей головы не хозяин. Все, дорогие друзья, значит, это мы узнали законы. Сделайте для себя какие-то заметочки, что вы отсюда, что вы отсюда для себя поняли, да, что вы отсюда для себя осознали. И переходим, Мишлей, 31 глава, окончание книги. Вот видите, Мишлей, мы целую книгу прошли за месяц. И начинаем с первого числа, опять начинаем с первой главы, потому что неважно для нас, вернее, не так. Царь Соломон знал, как устроен мир. Полностью знал, вообще все он знал. Он был мудрейший из людей, Бог ему открыл. Но человек, который знает, как устроен мир, может забыть? Может. В гневе он может вообще потеряться? Кто он? Может. То есть человек, даже царь Соломон в конце жизни написано, что жены его извратили, его сердце. У него было много жен. Бог сказал в Торе, что царь не может умножать жен. Царь Соломон сказал, ну я же самый мудрый. Ну я же знаю, как все работает. Знаю, почему нельзя. Знаю все их там уловки женские. Все. Я в Мишле все написал про женщин. Все я разбираю, знаю. И в итоге свидетельствует нам Тора, что с женой совратили путь его, не справился он. То есть Тора, она четко нам дает границы действий. И самое главное, это действовать вот именно в каждый момент времени по Торе. И вот здесь как раз 31 глава начинается с того, что мама царя Соломона, звали ее Батшева. Вы знаете, это была знаменитая история царя Давид и Батшева. И вот мама ему говорит. Мама ему говорит такие слова. Диврей, Лемуэль, Мелех, Маса, Ашер и Сарто ему. Значит, вот здесь очень интересно. Царь Соломон называется разными именами. Тон, Шломо, Коэлит, Лемуэль и так далее. То есть есть Едидия его Бог называл. Едидия это как дорогой мой друг. То есть у каждого человека есть разные-разные имена. Есть такое выражение в Талмуде, что меняющие имя меняют судьбу. Что это значит? Вот один и тот же человек, он находится все время в разном диапазоне. То он животное, то он ангел, то он мудрец такой, то он вообще просто такое гонит, что вообще невозможно. То есть у человека есть много граней. Раньше у каждой грани было имя. То есть, например, в Индии это было принято. Человек, который особенно идет по каким-то духовным развитиям, у него каждый этап его духовного развития ему новое имя давали. Был такой Оша, который был, ну, по рождению он был не Оша, потом ему дали одно имя, второе, третье, там, пятое. Потом он, по его словам, достиг просветления. И когда он достиг просветления, он говорит, ну я что, уже просветленный, я вообще уже не здесь, да, не в этом мире. Как у меня вообще имя какое-то может меня описывать? Никакое имя не может меня описывать. То есть, я уже, меня нет вообще. Как для имени, вот, чтобы сказать, что какой-то ярлык он меня описывает, это, говорит, будет неправдой. Так, студенты ему говорят, ну нам-то нужно какой-то ярлык, мы же не можем, значит, прийти на урок и сказать, что сказал этот, которого нет. Ну, даже этот, которого нет, это уже ярлык, да. В общем, какое-то время они там совещались, и Оше ему дали вот это объяснение, название, которое показывает, что у него нет имени. Теперь у Шлома Мелаха было семь имен, мы знаем. У Мушара Бейну было семь имен, у Итро было семь имен. То есть, вот этот вот момент много имен, он показывает какие-то этапы в развитии человека, какие-то его грани. И вот, значит, тут интересная вещь, Ашер и Сарто ему, мама делала ему, значит, мусар и Сурим, то есть, что такое мусар? Моральная дисциплина, увещевание. У человека внутри есть животное, и у человека внутри есть его человеческая сущность, духовная сущность, правила поведения, которые он принял, и вот это животное, которое хочет вести себя по-другому. А знаменитый психолог Фридс Перлс, он называл внутри свой внутренний диалог, он его называл собака сверху и собака снизу. Что собака снизу, это собака, это животное, которое Эрик Берн, другой был ученик Уфрейда, который основал транзактный анализ, он называл эти сущности по-другому. Внутренний ребенок, внутренний родитель. Но есть вот этот вот диалог между какой-то высшей сущностью, которая пытается останавливать вот эту нижнюю животную сущность. Теперь мусар это моральная дисциплина, когда мы учимся управлять вот этим внутренним животным. И откуда приходит мусар? Мусар приходит от родителей. То есть функция родителей в современном мире, она что-то в последнее время психологи говорят, что не надо так воспитывать. Но мы видим плоды, что сейчас дети потерялись. 17 видов кто я, они вообще не понимают кто они. То есть как бы кто я, мальчик, девочка, полумальчик, полудевочка, девочка, которая думает, что она мальчик, или мальчик, который думает, что я девочка. То есть как только отпустили вот эту вот жесткую систему воспитания, дети потерялись. А здесь еще мы видим, что даже царя Соломона, мама, она его увещевала и воспитывала. И сорто ему. И она ему говорила, ума бри, ума бар бетни. Она ему говорит, что сын мой. Она ему говорит, на ком основании я могу тебя увещевать. А я тебя родила. То есть не было бы меня, не было бы тебя. Это уже основание. То есть ты, любой человек, производная своих родителей. Не было бы родителей, не было бы его. И она ему говорит, ма бри, что сын мой. Ма бар бетни, что сын моего живота. Ума бар недарай. И что сын моих обетов. Значит царь Соломон, мы знаем, что он родился в Атшеве. Первый ребенок умер. И она брала перед Богом обеты, что... Ну какие-то она брала обеты. Благодаря которым родился царь Соломон. То есть она вступила с Богом еще в личные взаимоотношения. И его рождение, это было каким-то образом обусловлено ее очень сильными, большими духовными усилиями. И она ему об этом напомнила. Аль-Ти-Тен-Ли-Нашим-Хей-Леха. А он женился на 700 жен. Представляете, мама сына, который женился на 700 жен. Тут часто мамы одну жену еле терпят. А он на 700 женился. И она ему говорит. Аль-Ти-Тен-Ли-Нашим-Хей-Леха. Не отдавай женщинам свою доблесть. То есть ты куда вообще растратил себя, сынок? Она ему говорит. У Драхейха-Лямхот-Млахим. И свои пути, значит, губительницам царей. Что вот эти вот женщины, они царей губят. Вот это такая... Очень я представляю, такая еврейская мама, которая ему говорит, что как ты женился на этой дочке фараона. У него одна из жен была дочка фараона. Как вообще? Посмотри, он после свадьбы проспал и утром не открыл двери на жертвоприношение, да? Она ему говорит. Как вообще ты мог это сделать? Аль-Лехим-Лимуэль. Аль-Лехим-Штойяйн. Она ему говорит. Невозможно. Запрещено царям пить вино. Ули-Розним. Эй-Шехар. И для знающим тайны пить крепкие алкогольные напитки. Она ему говорит. Послушай. Ты царь и ты знающий тайны. То есть, у тебя тебе нельзя пить, тебе нельзя с женщинами гулять, тебе нельзя не раздавать, не растрачивая себя. Значит. Пен-Иштевы-Ишках-Меху-Как. Она говорит. Может быть, что ты напьешься и забудешь то, что постановления и законы, которые законы Тора, они не очевидны. Они нелогичны. Их нельзя вывести человеческим умом. Им, когда ты их запомнил, это нелогичная вещь, которая противоречит иногда формальной логике. И человек пьяный, понятно, он это забудет. И ты изменишь, изменишь ты суд для бедных людей. А ты подумаешь, да, этот бедный, какая разница, мелкое дело какое-то. А тут я не поздоровался с бедным. Ограбил. Не сделал какую-то вещь, сказал, да, это не важно, там, взял какую-то вещь чужую, да. Для тебя она ничего не стоит, а для него это может быть вся его жизнь. А ты взял эту вещь, так отнесся к этому. Она говорит, ты ошибешься, и когда ты бедного, у которого, он очень чувствительный. Почему приводится в пример бедный? Потому что человек, человек, который, есть люди огрубевшие, да, вот он огрубевший, ему пофигу все, там, потери, не потери. Есть люди, которые в общении такие, очень грубые такие, да, у них огрубевшие, как слоновья кожа. А есть люди, которые, вот бедный человек, он чувствительный. И ты простым каким-то действием можешь его очень сильно ранить. А на небе-то идет именно по уровню боли, а не по уровню действия. То есть ты можешь сказать что-то, а он заплакал там в это самое, все, ты, ну, очень можно попасть в неудобную ситуацию. Она ему говорит, смотри, пить нельзя, потому что ты перестаешь это все замечать. Дальше. Ну, Шихар. Ну, тут она ему говорит. Ну, Шихар Леовет. Она говорит, дайте крепкие алкогольные напитки ОВЭТ тому, кто потерялся. То есть тут нам как раз Тора дает указание в обратную сторону. Вот сидит человек, он потерялся. Он потерялся в своих мыслях. Он не знает все там. Ну, то есть есть моменты, когда человек просто в какой-то депрессии, в какую-то яму он попал. Люди хотят закончить жизнь самоубийством. Знаете, как один сидит, говорит, у меня депрессия, я подумываю о самоубийстве. А ему врач говорит, и что вы думаете, что это вас развеселит каким-то образом? От депрессии вас спасет самоубийство. Ну, смысл. И вот, когда человек потерялся, так ему наоборот написано, дайте Шихар Леовет, дайте ему стакан водки, пусть он выпьет. И у него все слетит, у него вся его вот эта вот система, которую он себе понастроил, что выхода нет. Все, он выхода увидит, 20 выходов он увидит. Значит, ну и дальше идет с 10 отрывка, самая известная песня за всю историю человечества. Эту песню это хит, это шлядер, это бестселлер, который поют уже, еврейский народ поет, в каждую пятницу поют все еврестии мужчины. Допустим, есть миллион религиозных, из них мужчин 500 тысяч, например, полмиллиона. Ее поют каждую пятницу. Значит, в год, 50 пятниц, значит, 25 миллионов исполнения этой песни, в каждую пять, в год, 25 миллионов. За 10 лет, 250 миллионов. За 100 лет, за 100 лет, 2,5 миллиарда. А поют уже 3 тысячи лет, за тысячи лет 25 миллиардов. Ну, то есть, это шлядер номер один. И более ценная, чем жемчуг, она. То есть, она, ее ценность более ценная, чем жемчуг. А почему более ценная, чем жемчуг? Потому что за жемчугом надо было нырять с риском для жизни, в какую-то лезть эту воду, идти искать раковины. Доблестную жену сложно найти, но возможно. Значит, баатах баале баала, уверенно в ней, значит, сердце ее мужа. Вэшалаль льоих сар. И шалаль, это как добыча, как, ну, как материальная, материальная, как бы, прибыль. Не будет недостатка ни в чем у него. И так далее. То есть, 10-го отрывка прочитайте. И конец. Давайте прочтем последний отрывок. Последний отрывок этой песни про доблестную жену. Есть комментарий, что тут же есть пшат, простой смысл. А есть всегда намек. А есть еще драж, это расшифровка, и есть тайный смысл. Теперь, по-простому, доблестная жена – это жена. То есть, тут все понятно. Но если мы идем на намек, на что это нам намекает, то это нам намекает на, кто самый близкий для человека помощник. Кто самый близкий для человека друг, если он друг, если все правильно работает. Это его интеллект. Есть у людей интеллект, их враги. То есть, их интеллект так работает, он их просто внутри уничтожает. Он уничтожает всех их близких. Вместо того, чтобы помогать человеку строить отношения с людьми, быть веселым, радостным, их интеллект – пессимизм, скептицизм, критицизм, цинизм, какая-то и прочие измы такие. Интеллект бывает, что это самый большой враг человека. Так вот, жена, доблестная жена, по более глубокому смыслу – это прекрасный интеллект. Вот когда вы интеллект заправите Мишлей, царя Салмона, да, притчами, у вас будет такая жена в голове, такой помощник, который вам сделает идеальную жизнь во всех сферах. И в конце, последний отрывок, 31 главы, а как вы думаете, сколько отрывков в 31 главе? 31. 31 отрывок звучит так. Ну-ла, дайте ей, то есть, по простому жене, а по глубже интеллекту, миприя-дея, от плодов ее рук, то есть, ее действий, и прославляйте Башарим в воротах Масия, ее дела. И будут прославляемы в воротах ее дела. Значит, если жена делает хорошие вещи, то у нее будет воздаяние. Хороший муж, хорошие дети, хороший дом и так далее. Но все это не появляется вдруг ниоткуда. Это все дело рук. Дело рук жены. И жизнь человека, это дело его рук. И то же самое, то же самое, это интеллект. То есть, вся жизнь человека, это производная его интеллекта. Это не просто так, у кого-то работает, у кого-то не работает, у кого-то хорошее настроение, у кого-то плохое. Кто-то счастливый, кто-то несчастный. Все это следствие работы интеллекта. И то, как работает, по каким схемам он работает, какие у вас правила, знания, принципы, ценности, убеждения, это все интеллект. И это для человека, это его жена, это не он. Потому что интеллект, это полностью заряженная извне структура. Интеллект человека, он наполняется с детства убеждениями, мыслями, словами других людей. И получается, что когда вы уже пользуетесь интеллектом и с ним отождествляетесь, вы находитесь в плену у каких-то непонятно уже у кого, вы не помните, откуда вы взяли свои знания. Поэтому нужно отделиться от этого компьютера и его перепрограммировать, зарядив в него что? Мудро царя Соломона. Отлично. Тора, великолепно. И тогда будут у вас плоды, вечная жизнь, благоденствие, благополучие, все, что дает Тора. Значит, это то, что я хочу вам пожелать, чтобы было благословение во всех хороших делах. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов. И встречаемся с Божьей помощью. Завтра будет еще урок. А послезавтра как раз я буду в это время лететь в самолете. И, значит, ну, уже тогда завтра я посмотрю расписание. И сделаем с Божьей помощью расписание от 2-го числа до 15-го. Сделаем расписание. Все, удачи, успехов. Запишите свои выводы обязательно. Поделитесь этими выводами. Повторите. Закажите себе книжку Мишлей, чтобы у вас была. И можно в вашем городе. Мы напечатать напечатали, но мы как-то ее распространять пока особо не научились. Поэтому, если вы в каком-то живете большом городе, запишите, закажите 20 книг, например. Мы у вас, мы у вас запишем вас на сайте, чтобы люди из вашего города могли прийти у вас купить, например. Это будет очень хорошее дело. Это именно распространение Торы. День Дети можно брать из Маосера. Этот ЗДК Маосер, то есть то, что вы тратите на приближение к Богу, это как раз та часть денег, которую Бог вам дает, на то, чтобы вы их вернули в духовность. Поэтому очень, чтобы было хорошо. И, конечно, мир. Просто молимся мы каждый день, чтобы закончилась эта бессмысленно глупейшая война, чтобы вывели войска из Украины. Украина, чтобы жила себе отдельно. Россия пусть живет себе отдельно. Каждая страна пусть живет отдельно и другую страну не трогает. Это и есть настоящий мир. Шалом. Или объединяются. Это тоже прекрасная вещь, как Европа объединяется. Там, знаете, ездят друг к другу, летают, визы не нужны. Все. Это же прекрасно так жить, когда все вместе. Весь мир вместе. Люди дружат, не воюют. Это замечательная жизнь. Чтобы был мир, чтобы мы застали мир во всем мире. Чтобы все злодеи, которые захватывают власть и потом воюют между... Нападают на другие страны, чтобы все злодеи, они, значит, или исчезли, или исправились. Я очень хотел бы, чтобы они справились. Любой человек может сделать шаг назад и сказать, был неправ. Все. Было бы так отлично, если бы вывели сейчас все войска из Украины. Все. Были неправы. Весь мир. Нобелевскую премию мира. Все. Заплатили всем. Заплатили все эти репарации. Все отлично. Все счастливы. Все. Всем удачи, успехов. Счастливо. 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 Счастливо.